Расширение НАТО на Восток и приближение инфраструктуры к нашим границам имеет практическое значение для России. Почему? Вот Польша, Румыния стали членами НАТО. Американцы легко договорились с ними о размещении там систем противоракетной обороны. Но пусковые установки этих систем могут быть использованы для ударных комплексов, которые достигают центра России. Включая Москву. Причём за очень короткое время. 15 минут. Подлётное время до Москвы. Представим себе, что Украина станет членами. Подлётное время от Харькова, скажем, и от, не знаю, Днепропетровской до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красное или не, или нет? Если взять то, что являлось бы опасным и неприемлемым для Штатов, размещение наших ракет на Кубе. Подлётное время до центрального региона промышленного США, до Вашингтона, 15 минут. А для того, чтобы такое подлётное время сократилось до 7-10 минут, надо было разместить наши ракеты на южной границе Канады или на северной границе Мексики. Это для США красное или не, или нет? А для нас? Ну, кто-то вообще должен об этом подумать? Подумать о том, как мы должны реагировать на то, что, по сути, предлагается и обсуждается. Теперь по поводу предложения, связанного с вступлением или с планом вступления для Украины в НАПР. Да, я знаю и вижу комментарии наших обозревателей, вижу реакцию наших средств массовой информации, наших политиков. Все так немножко подсмеиваются над Зеленским и говорят, что, ну вот, всё это болтовня, ничего здесь не будет и так далее. У меня другое мнение. Я уже говорил, как произошло, как произошли эти два этапа расширения на Духмастерске. Я уже сказал, что нас никто не спрашивал, и наши все озабоченности просто проигнорировали. И я думаю, что вот это одна из версий. Мы ведь не знаем, как на самом деле строился разговор. Сейчас американские партнёры говорят, что им ничего не обещали украинцы. Ну, не украинцам, а украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? А может быть, просто они ему сказали, знаешь что, ты рановато вылез. Рано ещё об этом говорить, и не к месту ты вылез. Потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне двух президентов. Чё ты нам мешаешь, портишь нам обстановку перед саммитом? Помолчать не мог, что ли, несколько дней? А на самом деле, можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается. Во всяком случае, никто не говорит «нет». А я в своих прежних разговорах на этот счёт с прежними американскими руководителями не расслышал. НАТО – открытая организация, первая. А второй тезис – каждое государство, каждый народ имеет право на выбор того, как он считает нужным, обеспечить свою безопасность. Вот мне это было сказано неоднократно. И что, как мы его вытаскиваем, мы можем сделать? Есть формальные ограничения. Но никаких гарантий вступления Украины в НАТО нет. И что они там между собой разговаривали? О чём они разговаривали? О чём договорились? Мы не знаем. А вот этот окрик из-за океана в сторону президента Украины, он, на мой взгляд, ничего не значит. И мы должны иметь это в виду. И, конечно, имея это в виду, соответствующий образом выстраивать свои отношения в сфере безопасности с нашими партнерами, и с ближними соседями, и с теми, кто извне руководит, на самом деле, внешней политикой Украины сегодня. Ведь помимо того, что Зеленский заявляет о том, что Украине в НАТО нужно немедленно, прямо вот такими словами, он ещё и говорит о том, что якобы украинцы сами очень хотят в НАТО. Ну, это не так. Я думаю, что руководство страны не может это не знать. Это большинство, на мой взгляд, по последним данным, которые там публикуются, там 50, не 50 примерно, но как минимум 50% жителей Украины не хотят вступления в страны в НАТО. И это умные люди. Я говорю без всякой иронии, не потому что другие глупые, а потому что те, кто не хотят, понимают, что они не желают оказаться на линии огня. Они не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом. Кроме всего прочего, эти люди, судя по всему, ощущают себя частью нашей общей цивилизации. И не хотят, чтобы одна часть этой цивилизации противостояла другой части цивилизации. И при этом исполняла какой-то танец под чужим узел. Отношения между Россией и коллективным Западом, отношения с Соединёнными Штатами былими ровными, вполне приемлемыми, если не сказать партнёрскими, в прямом, хорошем смысле этого слова. И тем не менее, все наши так называемые озабоченности просто были проигнорированы. А все предварительные договорённости, правда, они носили узный характер, с Михаилом Сергеевичем Горбачёвым, и слава Богу, жив-здоров, у него можно это спросить, он это подтвердит наверняка, значит, они были забыты, призваны за деньги. Вы знаете, не хочется, значит, употреблять какие-то грубые слова, но просто наполивали наши интересы, и всё. Повторяю, в условиях очень хороших отношений в целом. О чём это говорит? О том, что их геополитические интересы, они ставят выше интересов других людей, и интересы других народов, вне зависимости даже от характера отношений с этими странами. Вот только что ещё более или менее разобрались с Северным потоком-2. А ведь всё, что делалось, до сих пор, это было, явно противоречило интересам европейских стран и Федеративной Республики. Делали штаты, потому что им так выгодно. Ну, здесь уже бессмысленно дальше было сопротивляться, вводить санкции, потому что мы его достроили. Первая нитка готова. Ну, вроде как отказались от этих санкций. Но идут так и таким темпом туда, куда считают нужным. По сути, абсолютно игнорируя интересы других участников международного общения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!